МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Уже с декабря в Барнауле повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Не ждать новых жертв. Барнаульцы подготовили обращение в прокуратуру после смерти ребенка на пешеходном переходе. Упадок продаж на 90%. Как в Барнауле стартовала система QR-кодов? Начнем с того, о чем так долго и много говорили. Теперь это свершившийся факт. С 1 декабря в Барнауле повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Правда, пока всего на 5 рублей, а не на 14, как изначально просили перевозчики. Теперь одна поездка за наличные и при оплате банковской карты в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 28 рублей. При оплате электронным кошельком 24 рубля, 23 рубля при оплате единым проездным билетом. Кроме того, продолжают действовать и все льготные тарифы по социальным транспортным картам. Для пенсионеров по городу – 12, в пригородной зоне – 15 рублей, для школьников – 11 рублей, для учеников из малообеспеченных семей – 8 рублей, для студентов – 13 рублей. Сегодня жители всего Алтайского края проснулись в новой реальности. В театры, бассейны, кафе, санатории, гостиницы теперь можно попасть только при наличии QR-кода. Пока люди разделяются на два лагеря – те, что за медицину, и те, что против вакцины. Многие предприниматели в это время готовятся хоронить свой бизнес. Ведь раздавать деньги просто так им уже никто не будет. Предприниматели написали обращение к губернатору края с просьбой сократить арендные платежи, налоги на имущество, выдать льготные кредиты и не только. Наша съемочная группа сегодня пообщалась с бизнесменами. Мы находимся в городе-курорте Белокуриха. Несмотря на то, что праздничные дни уже позади, а до Нового года еще полтора месяца, санатории Белокурихи заполнены почти на 100%. И это несмотря на обводимые ковидные ограничения и новые правила. Жители региона, которые активно путешествуют еще несколько месяцев назад, раскусили, что без QR-кода свободно передвигаться станет сложнее. Поэтому сфера туризма сейчас особо не лихорадит. Туристы приезжают с сертификатами. Чего не скажешь о торговых центрах и пустых кинотеатрах. Они в теме с 30 октября. А сегодня по QR-кодам начали работать еще и кафе. 12 часов дня. Обычно в этом ресторане по на азиатской кухне уже заняты как минимум 5-6 столов. Пока ни одного гостя. Прогнозируем падение выручки. Надеемся, что это будет не больше 40% с учетом того, что все-таки есть доставка из СМО, с которой не требует QR-кодов. Затянуть пояса, как во все сложные времена. Самое страшное – это ты переживаешь только за сотрудников, потому что это люди, за которых ты отвечаешь. Сфера общепита, она достаточно бедная именно по кадрам. И многие ребята, кто, если брать 20-й год, перешли из этой сферы общепита в другие направления, на удалянку и так далее. Некоторым заведениям общепита вообще пришлось перейти на работу только на вынос. За моей спиной довольно популярное место в Барнауле, где лепят манты, вареники, пельмени. Посмотрим, как у них сегодня обстоят дела. Не густо. Хотя обычно в обед здесь длинные очереди. Но кафе хотя бы могут работать на вынос. А вот фитнес-клубы еще не отошли от локдауна 2020 года. В этом зале обычно одновременно занимается примерно 110 человек. А сейчас примерно просто 10. С 1 ноября у сети упали продажи на 90%. Хорошо, когда правительство ведет все линейно. Вакцинация же упала не вчера, а на лето она упала. Потому что все забыли про это. Она же изначально началась хорошо. Почему летом-то не били в колокола? На сегодняшний день в крае привились почти 800 тысяч человек. А для коллективного иммунитета необходимо 1 миллион 400 тысяч. То есть 80% от взрослого населения. Не торопится прививаться компания «Бичан», которая накануне записала 12-минутное обращение к президенту с просьбой отменить QR-коды и обязательную вакцинацию. В своем видео они подчеркивают, они правнуки победителей, якобы их жизнь и свобода в опасности. Вставай, страна огромная. Вставай, наша жизнь и свобода в реальной опасности. Тем временем жители региона ругаются, но вакцинируются. За месяц в край привились больше 100 тысяч человек. Ведь протест протестом, но как не сходить в торговый центр на выходных? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И на земле, и в небе. На фоне ухудшения эпид-обстановки по коронавирусу, QR-код будут спрашивать не только у посетителей торговых центров, но и в обычных магазинах, а также при покупке авиа и ЖД-билетов. Российские власти планируют рассмотреть соответствующий законопроект в Госдуме. Однако алтайские эпидемиологи считают, что и таких ограничений явно недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию по ковиду и не против, если систему QR-кодов ведут в общественном транспорте, автобусах и трамваях. Транспорт – это вообще очень серьезная такая вот структура, в которой встречаются все, от малого до велика. И те нигилисты, которые есть у нас в отношении прививок, если они не будут допущены до общения с людьми, которые сегодня по каким-либо причинам не могут поставить прививки, у нас есть такие люди, у нас есть люди с абсолютными противопоказаниями к прививкам. Они не виноваты в том, что сегодня у них случился такой медицинский отвод. Их нельзя заражать, мы их должны беречь. Но те люди, которые сегодня не имеют противопоказаний, до сих пор противодействуют вакцинации, нет проблем. Пусть они сидят дома. Кстати, например, в Татарстане коды в транспорте уже ввели по инициативе местных властей. С 20 ноября сесть в автобус жители смогут лишь при наличии QR-кода – вакцинированного или переболевшего. Продолжим. В Барнауле в минувшие выходные похоронили девочку, которую на нерегулируемом пешеходном переходе сбил водитель автобуса. Напомним, трагедия произошла вечером 11 ноября на пересечении улиц Шумакова и Северный Власехинский проезд. Родители одноклассников погибшей переживают, что трагедия может повториться, ведь злополучный перекресток – часть ежедневного пути их детей. Подробности в сюжете София Яценко. Мы получим большое потрясение вообще для детей, для одноклассников, для родителей. Очень тяжело. Мягкие игрушки, свежие цветы и черная лента. Трагедия, которая унесла жизнь школьницы, стала настоящим потрясением для всех. Особенно для тех, кто каждый день вместе с ней получал знания. Машка была хорошей, училась на хорошей оценке, всегда помогала, трудную минуту. Ну, то есть, они покупали с родителями учебники, то есть, темно сильно трудолюбивая девочка была. 14 ноября ей должно было исполниться 14. Одноклассники собирались пойти к девочке на день рождения, но пришли на день раньше на похороны. Родители учеников школы номер 128, где училась погибшая, бьют тревогу, ведь перекресток – это привычный маршрут для их детей. Это становится очевидным только после того, как случилась такая трагедия. И каждый из нас, родители, конечно, примерил на себя, потому что вот у нас ребенок, вот мой ребенок шел в это же время со школы, просто он шел по другой дороге, он действительно мог быть на ее месте. Дети идут из квартала в квартал, везде здесь нужны светофоры. Может быть, не столько пешеходников здесь нужно много, но они должны быть все освещаемые, должны быть все регулируемые. И тогда мы будем спокойны, отправляя детей в школу, будем уверены, что ребенок придет домой. По словам местных жителей, нужно срочно принимать меры, чтобы обезопасить переход. Именно в этот день я проезжала по этому маршруту в районе 8 часов вечера. Здесь стояла скорая машина, темнота была полнейшая, увидеть что-то было невозможно. Я как автомобилист могу сказать, что данный перекресток нуждается не только в светофоре, в регулируемости, но и обязательно, чтобы было хорошее освещение. На сегодняшний день перекресток не считается аварийным. Чтобы он попал в этот список, нужна определенная статистика. Если на нем в течение года произошло три дорожно-транспортных происшествия одного вида, либо пять дорожно-транспортных происшествий разных видов, тогда он становится аварийным. Берется на особый контроль, принимаются меры различные, рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города, либо устанавливают знаки какие-то, меняют, либо светофор. От какой-то нелепой случайности ни один перекресток не застрахован. И говорить, что это система, и на основании этого вводить какие-то действия, это нецелесообразно. Это не халатность, это должностные преступления, это не просто халатность, потому что люди гибнут. И есть статистика, что должно погибнуть три человека. Ну что, нам теперь здесь лечь родителям, чтобы наши дети не гибли? Однако светофор на этом месте, по словам сотрудников ГИБДД, все же появится. Правда, в следующем году. Ну а пока совет один. Переходить дорогу, только убедившись, что все автомобили остановились, а водителям искать глазами пешеходов, прежде чем нажать педаль газа. София Яценко, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. А между тем, уже с сегодняшнего дня жители сразу нескольких кварталов начали собирать подписи к заявлению в прокуратуру края. В письменном обращении они просят провести проверку на перекрестке, после чего установить на переходе светофор и освещение, а также убрать переходы в районе школы номер 128 от края проезжей части. К другой теме. Жители села Галуха в Заринском районе недовольны качеством ремонта школы. Они рассказали журналистам, что стены здания покрыты плесенью, которую строители пытаются закрыть гипсокартоном. При этом администрация района считает нецелесообразным разрывать контракт с подрядчиком, из-за которого пришлось сдвинуть сроки сдачи объекта. Почему, а также можно ли надеяться, что школа будет безопасной для здоровья после сдачи ее в эксплуатацию, об этом расскажет Артем Гусельников. Это Галухинская средняя школа. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, который обещали закончить еще в августе. Но срок сдачи тогда перенесли на конец ноября. Однако в том, что школа не откроется, и до конца года местные жители даже не сомневаются. Они дали слово, что к 30 ноября сдадут одно крыло школы, чтобы хотя бы старшие классы занимались в школе. И на сегодняшний момент работ очень много. Впрочем, куда больше людей волнует другая проблема. Школу поразил грибок. Густая зеленая плесень покрыла стены и потолки спортзала и других помещений на первом и втором этажах здания. По словам сельчан, плесневелые споры появились, потому что крышу школы вскрыли для ремонта в начале лета, а закончили работы только в конце августа. На протяжении лета здание заливал дождь. В администрации района пояснили, что грибок появился в школе еще до того, как в ней начался ремонт. Сегодня для обработки специальным раствором власти заключили дополнительное соглашение. Уже принято решение на уровне Министерства финансов, Министерства образования о выделении 30 миллионов дополнительно. Но это дополнительный объем работ, но он улучшит качество ремонта. Мы конкретно с представителями заказчика, с представителями администрации взяли шкребок и отшкрабывали эту зелень. Под ней чистая известка. То есть это просто зеленый налет, который образовался в результате того, что просто где-то просочилась вода. То есть порт этой зелени чистая, нормальная и звезд. Районные власти признают, что подрядчик оказался проблемным, ремонт затянулся более чем на полтора месяца, а качество работ тоже страдает. К слову, в момент съемки репортажа состояние некоторых работников, мягко говоря, вызывало недоумение. При этом разрывать контракт с компанией «Империал А» администрация района не намерена. За проводимыми работами сейчас следит стройнадзор, пояснила заместитель главы района. К тому же пересмотрены сметы и прежде работы велись по расценкам 2018 года. В ближайшее время экспертная организация должна выдать заключение о том, сколько еще денег необходимо выделить на ремонт школы. Эта сумма по предварительным оценкам составляет порядка 30 миллионов рублей. По информации администрации Заринского района, на данный момент в школе работает более 25 человек. Строители заняты обработкой, обшивкой и укладкой плитки в пищеблоке и санузлах. И если смены подрядчика не произойдет, то ремонт должен завершиться в марте. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. 50 лет. Столько должен прослужить новый мост на Челюскинцев. Об этом подрядчик уверенно заявил главе Барнаула Вячеславу Франку, когда тот принимал работы. Мост через Барнаулку открывает путь в сторону улицы Загородной и Ленточного Бора. Сейчас движение уже запущено, возобновлены старые маршруты автобусов. Удобство и безопасность обошлось бюджету Алтайского края в 79 миллионов рублей. Еще 9 выделила городская казна. Советский мост прослужил 60 лет. Его возвели в 1959 году. В 2020 подрядчик полностью снес старое сооружение, перенес все коммуникации и возвел по итогу новый мост. Мы здесь и движение под разгрузим. Очень приятно то, что появился здесь и, ну, по сути, по своей, это у нас тротуары, освещенность, это безопасность. Если, конечно, жители помнят, каким он был и каким он стал, ну, так и должно все быть. Любопытная информация. Эксперты назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют машины. Чаще других, по результатам опроса страховых экспертов, автомобили угоняют у мужчин с именем Артем и у женщин с именем Ксения. Второе место делят Никита и Денис, а среди дам Вера и Валентина. Страховщики отметили также, что чаще всего злоумышленники угоняют машины, припаркованные возле дома, а бывает, что похищают арендованные машины. Кстати, мужчин и женщин с именами Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия автоугона обходят стороной. Третий раз в России и первый раз во всем мире. Акция «Экодиктант» набирает обороты и вновь стартует уже в этом году. Изменения коснулись не только формата, но и вопросов, а также участников. На что стал похож экологический тест – это легкий опрос или все же ЕГЭ? Выясняла Анастасия Наборщикова. На русском, испанском и английском. «Экодиктант» на этот раз в статусе международного и проходит сразу в 12 странах. Крестик в бланке, как неравнодушие к миру и всему живому. «Какой из перечисленных газов не относится к парниковым?» Несколько форматов – онлайн и офлайн. В Алтайском крае очные площадки, как исключение для школьников и студентов. Их проводят в закрытой форме. А это значит, что присоединиться к ним нельзя. Остальные тесты решают на сайте. Кстати, на этот раз взрослых поделили на две категории – с экологическим образованием и без. Каждому предстоит ответить на 25 вопросов, а это 12 тем. Зеленые финансы, отходы, лес и другие. Выбирали их сами люди. Так или иначе, каждый правильный ответ – это один балл. Те, кто наберут 16, уже станут призерами. «Сейчас уже не стоит вопрос о том, в каких средах нет пластика. Стоит вопрос о том, в каком количестве он содержится там. И только в руках человека, каждого из нас, сделать это количество меньше. Экодиктант – это на самом деле не просто проверка экологической грамотности. Отвечая на вопросы, готовясь к экодиктанту, можно почерпнуть много информации, практических действий, которые доступны для каждого». На сайте этому посвящен целый раздел. Провалившись в экознание, можно найти литературу и видеолекции для каждой группы участников. Например, взрослые узнают, чем отличается лес, который посадили люди, а не природа. «Как тебе вопросы? Сложно, нет?» «Думаю, я бы уточнил некоторые вопросы. Если бы все знали ответы на эти вопросы, наша жизнь была бы чище и лучше. Думаю, да». Проверить себя можно до 21 ноября включительно. Сейчас этим заняты жители США, Франции и стран СНГ. Это тысячи людей. Сегодня знания по экологии так же цены, как финансовая грамотность. Анастасия Наборщикова, Александр Андропов. День с толком. Комментировал сам министр спорта. Спустя почти месяц большой хоккей вернулся в Барнаул. «Динамо Алтай» в очередной серии игр принимал гостей из Саратова. Удалось ли нашим одолеть «Кристалл»? Смотрите в сюжете. Обычно на хоккее царит драйв. На трибунах Титов-арены почти всегда аншлаг. Так было еще месяц назад. Накануне из-за запрета на посещение спортивных мероприятий все изменилось. Команды в полных составах, а вот поддержки нет. Матчи теперь проходят без зрителей. Зато в комментаторской пополнение. Первый период комментировал сам министр спорта края Алексей Перфильев. Несмотря на отсутствие болельщиков, наши хоккеисты вышли на лед с уверенностью в собственной победе. «Все команды равны. В принципе, здесь нет какого-то слабого соперника или какого-то сильного соперника. Надо выходить на каждую игру, как на бой, и сражаться на победу». Сражаться на победу барнаульцы начали с первых минут и сразу же перехватили лидерство. Уже в первом периоде в ворота гостей влетело две шайбы. В начале второго туда же отправили еще одну. К третьей 20-ти минутке казалось, что «Динамовцы» смогут выиграть в сухую, но после удаления с поля наших хоккеистов игроки «Кристалла» активизировались. «Два периода играли хорошо. Третий период мы никак не играли. Может быть, там в конце немножко дисциплина на первый план выходит. Игроки не имеют права больше двух минут играть втроем. С этим, конечно, разберемся». Во втором матче серии сложилась зеркальная ситуация. По словам хромых, «Динамовцы» начали скомканно и долго разгонялись. Но, несмотря на это, все-таки одержали победу в овертайме со счетом 4-3. В матче особенно отметился Гатар Сафаров. На его счету хэт-трик и голевая передача. «Динамо Алтай» укрепили лидерскую позицию в турнирной таблице, и теперь их ждет матч с аутсайдерами – красноярскими рысами. Артем Гусельников, Алексей Фризин. Очередные матчи провел накануне и баскетбольный клуб «Барнаул». Гостями столицы края стала московская руна. Несмотря на то, что встреча проходила на домашней площадке, родные стены нашим не помогли. Счет по итогам матча – 60-99. Самый результативный игрок «Барнаула» Даниил Синегубов набрал 14 очков. Кстати, уже послезавтра, 17 ноября, баскетболисты вновь выйдут на паркет, чтобы встретиться с клубом «Самара». У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Иволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...